ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А че, уже все сосиски закипали, да? Ну и семья! Страшно! Я не слышу! Не попадешь, не попадешь! Догоняй! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я прыгаю! Я прыгаю! Я прыгаю! Нет! Нет! Не подходите ко мне! Я прыгну! Я неудачник! Дорогой, не делай этого! Вспомни, сколько всего хорошего было у нас с тобой! Ну, посмотри на меня, милый! Как тебе моя прическа? Я прыгаю! Подумай о детях! Папа! Переигрываешь! Цельцую! А то сейчас точно сиганет! Шестьдесят кило, да, об асфальт! Ох! А мне бы хоть килограмма полтора сбросить! Сынок, не дури! Ну, всыпать бы тебе сейчас! Папа! Маловато я тебе березовой каши в детстве прописывал! Вот и выросло из тебя пустое место! Я прыгаю, папа! Папа! Пустите меня! Хочу посмотреть, как папа будет прыгать! Папа! Милый! Одумайся! Я же тебя так люблю! И рубашечки тебе стираю, и брюки глажу! А ты во всем этом и об асфальт! Неблагодарный! Я не понял! Что ж мне теперь голым прыгать? Голым? Папа! Голым! Голым! Господа! Цены за просмотр повышаются! Приобретаем билеты! Делаем ставки! Ну вот! Такая у нас семейка! И фамилия наша Дятловы! Короче! Смотрите все сначала! Вначале ничего не было! Нет, не с этого места! Немного позже! Сын, вот и ты получил аттестат зрелости! Теперь тебе пора подумать об институте! Как твой папка, например! Безработный инженер с маленьким пособием! Ну... Ну пусть тогда идет бухгалтера! Чтобы как я всю жизнь считать чужие деньги? Нет уж! Никита, послушай маму! Ты должен думать о нашей старости! Да! Ты должен смотреть в будущее! Как мы смотрим! Никита! Куда ты смотришь? Дайте я! Кончай оттопыриваться пряника! То зависит гоблина, как последний Вася! А? Учитесь, кабланы! Бакланы! Ага! Да-да-да-да-да! Бакланы! Бакланы! Никита! Поздравляю с получением аттестата! Давай его продадим! Давай за двадцатку! Света! Как тебе не стыдно? И потом его никто не купил? Ты внутрь заглядывала? О, Фетечка-лапочка! Твой братик получил аттестат! Что нужно сказать? Да пошел ты! Что? Это еще что за выражение в моем доме? Кто научил ребенка этой гадости? Дорогая, ну стоит ли так волноваться? Да пошел ты! О! Совсем вылетело! Это наш четвероногий друг Дятлов Телек! Никита, поздравляю тебя! Теперь ты взрослый! Ты вечерком заходи! Ознакомишься с кое-какими программами по кабельному! Где? Где? Никакого телевизора! Ты должен развивать свои таланты! Это какие такие таланты? Ну, с талантами у меня, конечно, не супер! Но один есть стопудового! Папа постарался! Когда я был маленький, мой папа работал метеорологом! Тот Демем как раз предсказал ясную погоду! Бабка сейчас тебе все объяснит! Итак, мальчик мой, запомни! Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями! Потому что они влияются естественными громоотводами! Знаешь, как работает громоотвод? Ну, бабка тебе все покажет! Вот как! Смотри! С тех пор я умею читать чужие мысли! Ну, чего же идиотская улыбка! За кого я вышла? Лох, тормоз, чайник! Милый, передай, пожалуйста, чайник! Как она меня достала! Ой, щас, милая! Щас я достану! Короче, не люблю я читать мысли! Да и вообще читать не люблю! Мам, дай двадцатку, Грина! Господи! Это зачем? Схожу в кино с Аллочкой! Что? Я тебя умоляю, ты меня в гроб сведешь! Я тут работаю на трех работах, пока кто-то постоянно самоопределяется! Потом еще за всеми постирай, подмети, помой, наведи чисто тайт! А он в кино! Никита! Ты вообще слушаешь, что тебе говорят? Ты должен, наконец, подумать, что тебе в этой жизни нужно! В общем, кино обломалось! Пришлось думать о своем будущем! В спокойной обстановке! Вот от Аллочки я тащусь! Потому что она всегда говорит то, что думает! Классный музон! Классный музон! Клево! Клево! Вау! Вау! Предки достали! Кем станешь, кем станешь? Ты-то что думаешь? Классный музон! Конфетку хочешь? Понятно! Что-то надо придумать! Какие там специальности бывают? Братки уже не возьмут! Надо было раньше начинать! В коммерсе, в лом напрягаться надо! То ли дело в детстве было! Сначала я мечтал быть космонавтом! Бред! Может в доктора податься? Чума! Или в преподы? Полный отстой! Да не парься ты! Точно! А то отстой какой-то! Ну не знаю я кем быть! Ну иначе-то от родителей не отстой! Не отвертеться! Настали уже! Хорошо хоть дед входит в положение! Ну старается по крайней мере! Хватит на его пылесосить! Запилили рога в мой виг! Вам так втыкайте! Для пацана главное, чтобы у него штырило! Он же молодой, у него гормоны сейчас туда-сюда! Ну подцепит он дрыгу, ну и что такого? Полный пинцет! Догоняйте эти, как его, бакланы! Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ну вы батхиды, потерянное поколение. Вот я в молодости был, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. И Никитка в меня пошёл. Сейчас у меня, конечно, в этом плане уже не фонтан. А зато активная гражданская позиция, что надо! Бью! У меня ж стрелка в пикете. Что у нас сегодня? Двадцать или? Ага, так, так, так. Вот, 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 вот этот. Бад-хэд-дры-га. Дрыга – заядлая посетительница дискотек. Молодежный сленг. Между нами Никита уединился в своей комнате с одной такой дрыгой. Что? Опять с аллочкой? Стукач. Мы с отцом думаем, что ты тут занимаешься, к экзаменам готовишься. А ты, сынок, ты чего такой недовольный? А? Съешь йогуртик? Нет, мама. Спасибо, мама. Нет? Ну тогда давай посиди, поучи что-нибудь к экзаменам. Что ты скажешь? Никита. Никитушка, я это, может, по пиву, а? Ой, я не то хотел. Сталина, ты не знаешь, где наши лыжи? Нет, папа. Будем искать. Тебе-то чего? У меня предложение. Могу сдать вам с аллочкой незадорого свою комнату. Гарантия конфиденциальности и безопасности. Двухэтажный вид дивана. Только это, минус один. Соседи дерганые. Да пошла ты. Кажется, все выступили. Я не хочу. Это давление на прессу. Никит, не хочешь посмотреть какую-нибудь общеобразовательную и познавательную программу? Я сейчас. Вот так. Секундочку. Ай, ну я-то тут при чем? Ой, кто вообще? Блин, да свалили бы на дачу, как все нормальные люди. Только дачи нету. Почему у нас нет дачи? Это уникальная программа выведения шлаков из организма. Очень рекомендую. Да ну, точно. Надо тут как раз одной моей подруге. Пульт даю. Сам пробовал. Как заново с конвейера сошел. А какой там прогноз? А я-то откуда знаю. Вы меня только что включили. Папа, ты иди мне в шоник. Папа сегодня не может, Петенька. Ему на новую работу сегодня. Кто бы его самого отвел. Спокойно, покемоны. Я сам петчку свожу. Где лов-то? Папа, вы уже один раз отвели. Не дадим повышать! Не дадим повышать! Папа, чемпион! Не дадим повышать! Не дадим повышать! Чемпион! Не дадим повышать! Домой придем, мамки, дадим. Я уж сама отведу, Петя. Господи! Все сама, все сама. Социальная активность женщины в современном мире является... Да пошел ты! Никакой свободы слова. Тенденция. Я так и не выяснил. Каков прогноз? Прогноз у нас такой. Ты сейчас пойдешь воспитывать твоего сына, а то в школе он отучился, а в голове одни... Одно... В общем, одно это! Хорошо. Вот иди и наведи там порядок. Сын! Я должен с тобой поговорить. Да, папа. Да. По-мужски. Да, папа. Аллочка, доченька. Поздно, не возвращайся. Какая задница? Ну, это мы... То есть, какая разница? В общем-то, это... Ну, папке сейчас по делу надо. Дедушка, а ты пойди в институт, разузнай там все. Да, папа. Ну, все, пока. Да. В общем, мы с Аллочкой пошли искать, типа, куда мне поступать. Университет. Круто. Нет, тут математику сдавать. Я в ней ноль. Мгимо. Ку. Нет, тут языки сдавать. Я в них дуб. Дружба народов. Йо, мэн! Клёво. Но рэп мне ещё в школе надоёл. О, то, что надо. Тут всего два предмета надо сдавать. Пение и анализы. Улёт. Я пошёл. Добро пожаловать в армию, сынок! Да, блин. Куда теперь идти? Ну, не в инженера же, как отец. Прикольно. Внимание, покупатели! Ну, широкий выбор кожи и мех. Инженеры, наверное, везде нужны. Отец всегда какую-то работу находит. Обламывает только, что учиться надо много. Внимание, покупатели! Дублёнкино! Стопа удала! Дублёнкино! Широкий выбор кожи и меха. Натуральный продукт. Отличная выделка. Дублёнки! Рекомендую! Рекомендую! Внимание за горами! Я знаю, в чём твоя проблема. Ты в математике ноль, в языках дур. Работать не любишь. Воруй, не хочешь, так? А я думал, это я читаю мысли. Так, ну ничего. Кое-что ещё можно пропадать. А вот и твой репетитор. Это очень грамотный репетитор. Тридцать долларов в час. О, профессионал! Ну-с, молодой человек, начнём с математики. Где учебник? Так, реши-ка мне вот это вот. Давай. Давай. Алло. Да. Здравствуй, дорогая. Ты где? О, ну ты даёшь. Супер. Нет, абсолютно серьёзно. Как сама-то что? Купила? Ой, блеск. Сколько денег? Ну, недорого. Так, ну, обмыть надо, яблоко, да? Где? Да знаю, знаю. Ну, Федин клуб, конечно. Да. И ты знаешь, я тебе сделаю подарок. Я постригусь. Ну, конечно, у Эдика. Нет, 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 даже не целовались. Хоть он мне в прошлый раз и сволочно портачил с чёлкой. Да ну тебя, ей-богу. Да нет, не угодно. Сейчас, сейчас, тихо, блин. Сейчас, пять секунд, подожди. Да-да. Ну, как мой обунтус справляется? Э-э-э, ну-с. Безнадёжно. Алло, да, я уже всё. Где забьёмся? Ага, ага, да, 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 давай будем меня ждать там. Так, всё, за нас. Балда. Тридцать долларов в пустую. Тридцать! Это же сколько в рублях? В рублях ещё больше. И всё на ветер. Толку всё равно никакому. Лоботряс. Тридцать баксов. И что теперь делать? Важная тенденция. Участились случаи взяточничества среди преподавателей некоторых вузов. Правильно. Соображаешь, когда надо. Мы должны дать взятку. Сунуть деньги в конвертики. Раз, и готово. Что вы, не люди, что ли? Конвертик у меня как раз есть. А деньги? Деньги? Деньги. Деньги пусть это ничтожество раздобудет. У него же новая работа. Кстати, где его носят? Мой папа редко задерживается на работе. Обычно часам к пяти его уже увольняют. Дорогая, знаешь, я бросил эту работу. Слышь, я подумал и решил, это не моё. Что? Что не твоё? Семью кормить? Это да, это не твоё. Я зато знаю, что твоё. Ты идиот. Неудачник. Так воспитывать папу мама может очень долго. Я даже не знаю, сколько. Дед ни разу не дал дослушать до конца. Скотина безмозглая, ты! Чич! Чич, сказал! Деньги я дам! Из заначки. Папа! Из какой такой заначки? Руки за голову! Всем лечь на пол! Это ограбление! Стоять на месте! Быстро на пол! Да-да, грань заграбленная! Всем на пол! Стреляю без предупреждения! Россия, вставай! Сейчас приедут копы, всех перебьют! Видеть, голодить, понятее, аж... Эй, это... Извините, а как насчёт пенсии? На пол! На пол! Вот, не открывал с тех пор. Ей-ей. Так разве что одним глазком. Мы спасены. Теперь кто-то из нас должен сунуть это кому надо. Господи, неужели опять я? Дорогая, я думаю, давать взятки – это мужское дело. Ну, кому, как не отцу семейства? Ты уже однажды сделал всё как надо. Помнишь? Тогда, с гаишником. Когда у нас ещё была машина. Ну, чего мы, мужики, разрулим вопрос по-быстрому, да? Старик. Нет! Ну, фу ты, вспомнишь тоже, не к месту. Теперь у меня опыт. Я, чёрт побери, тогда же решил проблему? Сейчас решу. Главное – не светиться. Главное – не светиться. Взятку и ту не смог дать. Ничтожество! И сын весь в тебя. В голове чёрте что, Аллочка одна. Аллочка, кстати, ничего так симпатичная. Ах, симпатичная, ну, конечно. Это у вас наследственное. Думаешь, я не вижу, как ты пялишься на её мамашу, кобель? Дорогая, я же… Да если твой сын будет шляться с этой девицей, он знаешь, куда поступит. Мам, ну чего, денег дашь? Мы с Аллочкой… Ну вот, что я тебе говорила. Ну, скажи ему. А что сказать-то? Ну, соври что-нибудь. Ты же мужчина. Никита, ты, в общем, ну, ты не должен встречаться с Аллочкой. Почему, папа? Потому что, потому что, ну, потому что она, в какой-то степени, твоя сестра. Вот. Что? Ай, может, я неудачник. С работы гонят. Взятки давать не умею, врать не умею. Ах, не воспитываешь сына плохо. Воспитываешь… Ах, ещё хуже. Точно неудачник. Сын курит, жена орёт. Куда в доме курить? Ну-ка, затуши сигарету. Марш на балкон дымить. Вот так папа оказался на балконе. Отойдите все. Не подходите. Я прыгну. Я неудачник. Господа, приобретаем билеты. Прыжок с многоэтажки в исполнении непрофессионала. Непрофессионала живьём. Только тело спортсмена и асфальт. Один на один. Да куда ж ты прыгнешь, дядус? Ты ж неудачник. Подумай своей головой. Они догадаются, чёрт возьми, вызвать спасателей или нет. Надо же, подумал. И не вздумайте, не вздумайте вызывать спасателей. Здрасте. Вы звали? Ну, с кого будем спасать? Где клиент? Вы что, с ума сошли, что ли? Он же упасть может. Вытащите его оттуда. Вот тебя и вызвали, чтобы ты его вытащил. Ну, приехали. Про такое, знаете, меня не информировали. А как же? Я что, вам каскадёр, что ли? По карнизам прыгать, как горный сайга. Бред какой. Вечно капризный какой выископцы, а? Давай, полизай. Хороший уже рассусоривать. Ну, моего дублёра будешь орать. А я не могу. Я должен сначала выяснить у продюсера про страховку. Вообще высоты боюсь. Папа, перестаньте пререкаться. Товарищ, вы же спасатели. У вас же должен быть какой-нибудь план действий. У меня? А, есть вариант. Вот, знаете, давайте его спихнём, а внизу положим жильтемя хлебе. Сейчас я тебя проношу. Живо полезай на балкон. Хам! Хам! Ой, на соплях держится. Вот-вот. Рука. Хам! Ой! Ой, как можно работать тут? Э, вы спасатель? Так вы как работаете, в конце концов? Где вас чёрт поделеносит? Бог ради, осторожней, машите руками, ещё не хватало мне вместе с вами рукать. Ааааа! Ааааа! Аааа! Себя можно спасти. Мне тоже там какой-то псих, ой-ой, ой, м pourra. Стоп, не понял. Я вас попросил. Ты спасать будешь или нет? Последний раз прошу. Я прыгаю. Считаю на трех раз. 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 Не суетитесь, господи. Перехватите. Мама! Стой! Куда? Стой! Все, куда? Эта фотография обошла все газеты мира. Но никто ее так и не опубликовал. В общем, все закончилось хорошо. Папа нашел работу, а я поступил. Правда, не в институт, а в Макрональдс. Теперь мы часто собираемся здесь всей семьей. А где же дедушка? Долой глобализм! Долой чужое мясо! Даешь кулебяку! Ну вот, такая у нас семейка. И фамилия наша Дятлова. Короче, конец первой серии. Мама, ты должен быть настрелем. И я хочу деду. Мы все просто деды. Мы все просто деды. Просто деды. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok